Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров посетил в Архызе праздник, приуроченный к Всемирному Дню Туризма. Избран новый председатель Духовного управления мусульман республики, кандидатуру Мухаммада Хаджи Иркенова делегаты поддержали единогласно. Людей разных возрастов и профессий объединяет желание защитить Родину, а очередная группа военнослужащих заключила контракт с Минобороны. Помогают детям открывать этот мир. День воспитателя отметили в России, а победители республиканского конкурса Марине Хачировой расскажем в программе. Здравствуйте на телеканале Россия 24, Вести, Карачаева, Черкесия. День, который изменил жизни миллионов людей. Сегодня годовщина воссоединения новых регионов с Россией. Два года назад Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская и Запорожская области официально стали частью огромной страны. Судьбоносным событием жителей страны поздравил президент России Владимир Путин. Дорогие друзья, уважаемые граждане России. Сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих восемь лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооружённого государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы и не бросили своих братьев и сестёр. Пытались достичь мирного разрешения, тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры. Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наёмников и советников. Готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, её поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твёрдость, за то, что вы передаёте из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И, прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая курские, белгородские, брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем всё, чтобы поддержать их. На освобождённых территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтёры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С днём воссоединения четырёх регионов с Россией поздравляет и глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов. Благодаря поддержке мудрому руководству президента России, а также принятому ровно два года назад осознанному свободному решению жителей республик Донбасса, Заборожской и Херсонской областей, сегодня регионы продолжают создавать свою новую историю. В эти минуты российские военнослужащие, в числе которых наши земляки, продолжают доблестно сражаться за безопасность российских граждан в зоне СВО. Нет никаких сомнений, что победа будет за нами. Вместе мы преодолеем любые трудности, ведь с нами наш президент. Правда, и огромная сила, сплочённость и единство многонационального народа величайшей страны России. Говорится в поздравлении. На курорте Архиз отметили Всемирный день туризма. Дал старт празднику заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, премьер-министр Карачева Черкесии Мурат Аргунов и генеральный директор управляющей компании Архиз Роман Киранчук. Жители республики могли совершить увлекательные подъёмы и спуск по канатной дороге со скидкой 30%. А на территорию Оландского христианского историка культурного музея, расположенного в Зеленчукском районе, в этот день можно было попасть абсолютно бесплатно. И много других интересных мероприятий, в которых можно было принять участие. Ещё от республиканского филиала Российское общество «Знания» для гостей курорта организовали мастер-класс по национальным танцам и небольшой экскурс истории нашей республики. Ещё для жителей Карачева Черкесии представилась возможность выбрать символ для всесезонного курорта Архиз. В Черкесске состоялся очередной 11-й отчётно-выборный съезд Духовного управления мусульман Карачева Черкесии. Он обусловлен уходом из жизни муфтия республики председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Хаджи Бердзиева. Кто возглавил Духовное управление мусульман Карачева Черкесии, расскажет Мадина Каракетова. Нового руководителя Духовного управления мусульман Карачева Черкесии избрали на 11-м внеочередном отчётно-выборном съезде организации, который состоялся в Черкесске. Решение в пользу предложенного кандидата Мухаммада Хаджи Иркенова было принято с учётом мнения большинства. Помимо делегатов из городов и районов республики, в работе съезда приняли участие представители всех регионов Северного Кавказа. До избрания муфтием республики Мухаммад Хаджи Иркенов был заместителем ушедшего безвременно первого муфтия Карачева Черкесии Исмаила Хаджи Бердзиева, также работал директором Карачева Черкесского медреса-интерната. Мухаммад Хаджи Иркенов поблагодарил участников съезда за оказанное доверие. Постараемся оправдать ваше доверие. Иншаллах, будем вести курс Исмаила Хаджи, который он поставил многие годы. 35 лет человек работал муфтием, и мы будем продолжать его начатое дело. Начатое дело Исмаила Хаджи – это стабильность, это согласие между национальностями. Иншаллах, мы эту планку будем держать. От имени главы республики Рожета Тимрезова с избранием на должность председателя духовного управления мусульман Карачева Черкесии поздравил первый заместитель председателя правительства республики Дагирс Макуев. Сплоченность, ум, мудрость духовных лидеров, а именно Исмаила Хаджи Бердива, Исмаила Хаджи Бастанова, Ибрагима Хаджи Катчеева и других позволили поставить прочный заслон на пути религиозных радикалов и обеспечить стабильное и поступательное развитие исламской общины Карачева Черкесии, сказал Дагирс Макуев. Теперь пришло время молодому поколению возглавить уму нашей республики. Уверен, что ваши интеллектуальные и нравственные ресурсы позволят своевременно находить достойные ответы на все сложные и острые вызовы современности. Легко не будет, но если вы будете сплоченными и едиными в деле духовного служения, вы сможете преодолеть все трудности. Обратился к участникам съезда и вновь избранному муфтию республики заместитель начальника департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления по внутренней политике администрации президента России Алмаз Файзуллин. До сих пор не верится, что Исмаила Хаджи нет с нами, светлой ему памяти. Но сегодня есть уверенность, что этот путь, его путь, путь просвещенного, умеренного, соответствующего опыта всех предыдущих поколений мусульман республики, этот путь будет продолжен. В своем первом обращении Кумми в качестве муфтия Мухаммад Хаджи Иркенов предложил внести в устав духовного управления мусульман ряд изменений, среди которых создание нескольких комитетов. Комитета по делам молодежи, комитета Хаджи, комитета по делам фетв и совета улемов. И также мы собрались, ранее обсудили вопрос, хотим поменять эмблему духовного управления. Там будет у нас центральная мечеть, арабская аббревиатура, также полмесяц и звезда. Иншаллах, вот эти изменения будут у нас. Эти предложения также решением большинства были поддержаны. Представители духовенства почтительного возраста и старейшины республики выразили надежду, что вновь избранный муфтий Карачаево-Черкесии оправдает надежды уммы и будет служить на благо всего общества. Мадина Каракетова, Зумрад Халкечева, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Очередная группа военнослужащих заключила контракты с Министерством обороны. Как отметили в военкомате, в пункт отбора на военную службу по контракту обращаются люди разных возрастов и профессий, но всех объединяет желание отдать свой гражданский долг и послужить своей родине. О престиже службы, требованиях желающим заключить контракт, а также о социальных гарантиях рассказал старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту в городе Черкесске Замир Батчаев. Роль воспитателя в детском саду в современном мире сложно переоценить, ведь они после родителей становятся первым проводником детей в общество, знакомят с окружающим миром и закладывают основу для развития личности ребенка. Героиня нашего следующего сюжета – воспитатель в детском саду Амалька, села Чапаевская, Марина Хачирова. В прошлом году она была признана лучшим воспитателем, обучающим родному языку в республике. И именно ей было предоставлено почетное право представлять Карачева-Черкесию в финале конкурса «Воспитатель года», который проходил в Казани. Мадина Каракетова далее. Случайным людям не место в детском саду считает воспитатель Марина Хачирова. Здесь должны работать и работают только те, кто действительно любит детей. И Марину в эту профессию привела именно любовь, любовь к самым милым и чистым существам в мире. Вот кто-нибудь с ребенком проходит по улице, мне уже нужно подойти, нужно поговорить, нужно поцеловать, обнять ребенка. Вот так у меня прям с детства любовь к детям. Эрудированность, доброта, деликатность, неравнодушие – пожалуй, это самые подходящие слова, чтобы описать Марину Хачирову. За 14 лет работы в детском саду не было ни одного конфликтного случая ни с детьми, ни с коллегами, ни с родителями. Ее одинаково любят и уважают все. Первый свой рабочий день Марина помнит, как сейчас волновалась и даже немножко боялась, но сумела сразу же найти подход к малышам. Или они к ней. Дети были активны, отвечали на вопросы, они со мной познакомились, прям фамилия, имя, отчество свои. Первые вот эти дети мои мне очень запомнились, как они. Ребятки, а как вас зовут? Они мне прям до отчества все назвали. Вот так вот я и начала работать. Работа с детьми предполагает не только воспитание и обучение малышей, считает Марина Хачирова. Становясь первым проводником детей в общество, знакомясь с окружающим миром, воспитатель закладывает основы для развития личности ребенка. Дети тоже воспитывают и учат. Они весьма любопытны и любознательны, и могут задавать самые неожиданные вопросы, и на каждой ожидают получить ответ. Поэтому воспитатель должен быть эрудированным и постоянно повышать свой кругозор. А еще дети учат взрослых жесткому самоконтролю, себя, свою речь, поведение. Ведь они очень тонко чувствуют любое настроение. Любые интонации взрослого человека делятся опытом Марина Хачирова. Психика ребенка очень хрупкая. Одно неосторожное или бестактно сказанное слово может лишить его веры в себя, сломать, погасить индивидуальность. И напротив, добрые слова, правильно подобранные интонации, могут сотворить чудеса даже с самым закрытым ребенком. Бывают вот с детками как, когда еще не привыкли, не адаптировались дети к детскому саду, к каждому свой подход, с каждым свой разговор. Ну вот так мы учим детей полюбить детский сад. Многие, конечно, уже с первого прихода нравятся, им любят детский сад, а некоторые трудновато адаптируются. Ну вот с ними мы индивидуально тоже работаем. Конечно, современность ставит перед воспитателями определенные условия, как наличие базового образования, постоянного повышения квалификации, но и сам воспитатель всегда должен ставить перед собой свои важные цели, считает Марина Хачерова. Ребенок тянется к воспитателю только в том случае, если чувствует, что близок к нему. Поэтому Марина всегда в курсе, какие игрушки больше привлекают детей, какие сказки они любят, какие мультфильмы в тренде у малышей. И что им интересно, ведь в играх проходит основная часть их досуга в детском саду, и здесь очень важно быть своей, уверена воспитатель. Марина Хачерова очень старается, чтобы проведенное в детском саду время было не только интересным, но и полезным для детей, чтобы каждый день приносил им новые знания и был полон новыми маленькими открытиями. Мы читаем им сказки, ну по режимным моментам у нас игры, у нас разговоры, а сейчас вот последний год у нас по федерально-образовательной программе дошкольного образования включили вечерние и утренние круги на карачаевском языке. Вот мы с ребятами по темам общаемся на карачаевском языке. После занятий у нас обязательно прогулка, свежим воздухом дышим. В это время у нас группы все проветриваются, чтобы был свежий воздух в группах тоже. Потом на улице мы с ними играем, в подвижные игры, наблюдения проводим, за погодой наблюдаем, за огородами нашими у нас клумб много с цветами, как вы заметили. К слову сказать, именно Марина Хачирова в прошлом году стала финалистом регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы» среди воспитателей дошкольных учреждений и представляла карачаево-черкесию в финале, который проходил в Казани. Мы Марину Ханапиевну не просто так выдвинули, ее кандидатуру мы выбирали, голосовали. Это с наших наблюдений, с ее занятий, с ее работы. Она человек, который очень любит и работает над этим, именно аппаратным языком. Она все время занимается самообразованием, саморазвивается она. И мы посчитали, что она достойно может представить нашу республику на федеральном уровне. И я считаю, что мы в ней не ошиблись. И в профессиональный праздник Вадима Мукаева адресует своим коллегам-воспитателям и всем работникам дошкольного образования следующие слова. Искренне желаю всем здоровья, счастья, добра, поддержки, семейного благополучия. Пусть ваш труд будет оценен по достоинству, ведь в ваших руках подрастающее поколение. Пусть каждый день наполняется радостью и с неинтересными событиями и прекрасными моментами. Поздравили воспитателей и воспитанники детского сада «Амалька». Специально подготовили их хореографический номер «Танец по пури», посредством которого рассказали о культуре и единстве многонациональной Карачевой Черкесии. В «Амальке», кстати, этому аспекту воспитания также уделяют огромное внимание. С самого детства внедряя в детское сознание чувство единства, добрососедства, уважения к культуре и истории как своего, так и братских народов. Далее в нашей программе смотрите интервью с педагогом, чей профессиональный стаж составляет более 40 лет. Рита Кипкеева – ветеран труда, имеет множество почетных званий, а недавно Рите Асхатовне было присвоено звание «Почетный работник сферы образования России». С учителем с большой буквы встретилась Белла Джезаева. «Почетный работник сферы образования России»